Субтитры создавал DimaTorzok И ищем у Него защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха истинной боязнью и не умирайте, иначе как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил множество мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, именем которого просите друг друга и чтите родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. Он улучшит ваши деяния и простит вам ваши грехи. А кто поклоняется Аллаху и его посланнику, тот преуспел великим успехом. А затем... Поистине, наилучшие слова – это книга Аллаха. А наилучшее руководство – это руководство Мухаммада, да благословит его, Аллах и приветствует. Наихудший же издел – это нововведение. И каждое нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение, а каждое заблуждение в огне. О рабы Аллаха! Мы говорили на прошлых хутбах о великих знамениях из знамений судного часа и его признаках. И говорили о появлении Махди, да ускорит Аллах его выход. Потом сказали вслед о великой смуте и эта смута даджаля. И сказали, что не было пророка, который бы не предостерегал свой народ от него. И самым предостерегающим от него был наш пророк Мухаммад, да благословит его, Аллах и приветствует. И это от того, что он выйдет из этой уммы и станет смута его великим делом. Так, что придет человек, посмотрит на него, и тут же станет его соратником. Поэтому сказал пророк, да благословит его, Аллах и приветствует. Кто услышал о даджале, пусть бежит от него. И клянусь Аллахом, будет человек, который придет к нему, считая себя верующим, и последует за ним. Из-за сеемых им сомнений. Придет к нему, чтобы его увидеть и ответить на его сомнения. Но тут же станет из его соратников. И смысл этого, о любимые, остерегаться смуту и удаляться от них. И подумает, да благословит тебя, Аллах, как попадают люди сегодня в смуты, а они меньше, чем смута даджаля. А как же насчет того, у которого свой рай и ад? А затем упомянули о его уходе и исчезновении. Что сделает Иса ибну Марьям, мир ему, который придет с позволения Аллаха, чтобы разбить кресты и уничтожить свиней, и судить шариатом Мухаммада, да благословит его, Аллах и приветствует. А сегодня я и вы затронем, коснемся тех хадисов, об оставшихся из этих признаков и знамений, которые выявляют нам близость конца света и приближение того часа. И целью упоминания – это напоминание людям, это напоминание людям и пробуждение беспечного к ним, чтобы увеличить праведность праведного и остановить грешника от грехов и упрямства в них. Рабы Аллаха. Пророк Аллаха Иса проживет на земле 40 лет. В другой версии – 7 лет. И как нам собрать между версиями? Некоторые ученые сказали, когда был поднят Иса с земли, было ему 33 года. И это жизнь его, когда его окружили, чтобы убить. И поднял Аллах его к себе от них. И было ему 33 года. Потом он вернется и проживет еще 7 лет. И это вместе будет 40 лет. И это вместе будет 40 лет. И в эти 7 лет разразится великая смута. Заполнит собой всю землю. И эта смута – яаджуч и мааджуч. Их выход – это великое зло. Разъяснил это Пророк, мир ему и благословение. И посланник Аллаха, мир ему и благословение, в один день, вышел встревоженный с покрасневшим лицом, остерегая от смуты яаджуча и мааджуча. Привела нам Зейнаб бин Джахш, да будет доволен ею Аллах, сказав, вышел Пророк Аллаха да благословит его Аллах встревоженным, с покрасневшим лицом, сказав, нет божества, кроме Аллаха. Горе арабам от зла близкого открылось сегодня в преграде яаджуч и мааджуч отверстие вот столько. Он соединил в кольцо пальцы указательный, соединил пальцы указательный и большой. Я сказала, о посланник Аллаха, погибнем ли мы, ведь среди нас праведники? Он сказал, да. Если увеличится мерзость, привел Бухари и Муслим, о рабы Аллаха, и разъяснило большинство ученых мерзость, как грехи и нечестие. И сказали, это в особенности прелюбодеяние и все грехи в общем. Смысл хадиса о рабы Аллаха, что если мерзости распространятся, то наказание постигнет всех, даже если среди нас будут праведники. И одной праведности не хватит. И одной праведности не хватит, чтобы отвратить наказание. И цель этих слов это исправление, приказ благого и запрет скверного, и призыв к Аллаху с мудростью и благим увещеванием. И смысл, что когда увеличатся мерзости и уменьшится праведность, и уменьшится призыв к одобряемому, это признаки выхода яаджуджа и мааджуджа. А кто они? Кто они? Кто такие яаджудж и мааджудж? Они – два народа, которые живут сейчас за преградой, построенной Дзуль-Карнейном. И когда приблизится час, они выйдут на людей. И их выход будет после выхода даджжаля и его убийства Айсой ибнумаремом, мир ему. Они – обладатели неодолимой силы. Нет им сопротивления. Их вред велик. Неодолимые, явные нечестивцы. Никто их не одолеет. Спасутся люди от них в горах и спрячутся в домах, скроются и обратятся в смиренной мольбе к Аллаху за прибежищем. И людей вместе с пророком Аллаха Айсой, мир ему, постигнут страх и бедствие. И ему повелят вывести рабов Аллаха на гору Тур. Ему повелят вывести рабов Аллаха на гору Тур. И там, на горе Тур, он будет взывать к Аллаху с мольбой против них. И ему будет отвечено, пошлет Аллах с небес наказание и болезнь на их шеи и горло. Все они умрут как один. А потом очистит Аллах землю от их тел и смрада, упомянуты Я'аджуч и Ма'аджуч в Коране в двух местах. Первое, в Суре Пророки, Слово Аллаха Благого и Всевышнего, когда выйдут Я'аджуч и Ма'аджуч и устремятся с каждой возвышенности. Сказал Шаукани в книге «Фатху-ль-Кадир». Это два народа из людей выйдут против людей после открытия преграды, и ты увидишь их устремившимися с каждой возвышенности. Они устремятся с каждого высокого места, будут бежать и будут пересекать все долины. А второе, это упоминание в Суре Кахф, в слове Аллаха Благого Всевышнего, в истории Дзуль-Карнейна, когда он достиг места, где были две преграды, он обнаружил народ, который совершенно не понимал, не уяснял, не постигал слов. Они сказали, «О Дзуль-Карнейн, воистину Я'аджуч и Ма'аджуч чинят на земле беззаконие, поэтому, может, мы тебе заплатим, чтобы ты воздвиг между нами и ими преграду?» Он сказал, «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, я установлю между вами и ними преграду. Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, Он сказал, «Раздувайте». Когда они стали красными, словно огонь, Он сказал, «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него». Они не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. Он сказал, «Это милость от моего Господа». Когда же исполнится обещание моего Господа, Он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа является истинной. В тот день мы позволим им хлынуть друг на друга и затрубят в рог, и мы соберем творение всех вместе. Сказал Ас-Саадид, а помилует его Аллах. Потом последовал дорогой, пока не дошел до двух преград. Сказали муфассиры, он пошел на восток, в сторону севера и достиг двух преград. И эти преграды известны и в наше время. Это преграды из цепи гор протяженной справа и слева до моря, между Яаджуч и Мааджуч и людьми. И нашел город, который почти не понимал его слов по причине странности языка, труднопонимаемый, трудноразличимый. И Аллах даровал Зуль-Карнейну средства в знаниях, чтобы он понимал их. И они пожаловались ему на вред от Яаджуч и Мааджуч. Это два больших народа из потомков Адама. И сказали, поистине Яаджуч и Мааджуч бесчинствуют на земле убийствами, несправедливостью, грабежом и прочим. И не дать ли нам тебе дань, не дать ли тебе дары, чтобы ты сделал между нами преграду от них. И это указывает на то, что сами они не могли своими силами построить эту преграду. И знали, что Зуль-Карнейн сможет. И захотели дать вознаграждение, чтобы он сделал это для них. И упоминают причину этого, их нечестие на земле, их порчу на земле. Однако, Зуль-Карнейн желал для них этого мира и не хотел оставлять подопечных. Он желал блага им, потому он ответил им за блага. Он хотел принести им пользу и не взял с них награды за это. И поблагодарил Господа за дарованную силу и возможности, сказав им, тем, что одарил меня Господь лучше, то есть лучше, лучше того, что вы мне можете дать. Однако я хочу от вас, чтобы вы помогли мне своими человеческими ресурсами. Я построю между вами и им преграду, заслон, преграду, мешающую им добраться до вас. Принесите мне куски железа, порода из железа. И они принесли их, пока он не сравнял их между хребтами, между двумя горами, между двух горных хребтов, где была преграда. И сказал, раздувайте, разожгите огонь, такой силы, чтобы расплавилось. Чтобы расплавилась медь. И когда расплавилась медь, которую он хотел залить между породами железа, он сказал, принесите мне ее, чтобы я вылил ее. Принесите расплавленную под огнем медь. Я залью ее и создам сдерживающее укрепление и препятствия для тех, кто позади него. Заслон для тех, кто позади него, для людей. От зла, я джуч и ма джуч и не могли они преодолеть его, не могли пробить его. Эти племена, я джуч и ма джуч, у них не было ни возможности, ни силы, ни перелез через нее, ни подняться, ни пробить. Это сильное укрепление. Когда же Зулькарнейн завершил это благое дело, то в итоге он приписал эту милость и дар покровителю и дарующему, сказав, это милость от Господа, то есть этот почет и благо мне от него. И таково положение правителей и праведников. Когда Аллах дарует им великие милости, увеличивают они хвалу ему и подтверждают, зная, что милости от Аллаха причисто он и возвышен. Как сказал Сулейман мир ему, когда принесли ему трон царицы Сабы из далекого места, его принесли за малый срок. Он сказал, это милость от Господа, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или нет. В отличие от людей заносчивых и гордых, высокомерных, возвышающих себя на земле, в них милости увеличивают высокомерие. Как сказал Карун, когда даровал ему Аллах сокровища, такие, что ключи от сокровищниц несла группа из сильных людей. Он сказал, это я получил благодаря своему знанию и постигло его наказание. Аллах сказал, мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не приписал он милости дарующему, не приписал он милости тому, кто дает и лишает, возвышает и унижает и постигла его наказание. Затем сказал Всевышний, когда же наступит обещание Господа, когда выйдут Яаджуч и Маджуч, он разрушит эту накрепко установленную стену, он уничтожит ее, обрушит, сравняет с землей, сравняет полностью, и обещание Господа истинно. Затем сказал Всевышний, и мы оставим некоторых из них тогда хлынуть друг на друга. Сказал Ассадий, смысл этого в том, что здесь подразумевается, что Яаджуч и Маджуч, когда они выйдут на людей, по причине их многочисленности они охватят весь земной шар. Некоторые из них хлынут друг на друга, как сказал Всевышний, пока не явится Яаджуч и Маджуч, устремившись к каждой возвышенности. И здесь понимается смысл возвращения творений в день суда, когда соберут их в тот день, их будет много, и хлынут друг на друга от страха и великих потрясений. И оба этих значения верны. И представьте, вместе со мной этот великий сбор, когда соберет Аллах первых и последних и приблизится солнце к головам творений на милю, и сказал передатчик, клянусь Аллахом, я не знаю, что это за миля. Миля это в расстоянии или уменьшение. И услышь, да благословит тебя Аллах, познай, что это дело большое, и что это дело великое. И достоверно из двух сахихов, что Аллах призовет Адама в день суда и скажет, о Адам, и он скажет, вот я, рад служить тебе. И он скажет, отправь в огонь. И скажет, Аллах в этот день, отправь в огонь долю из них. И скажет, Адам, кого же мне отправить в огонь? И скажет, Господь мой, скажет Аллах, из каждой тысячи девятьсот девяносто девятьсот девяносто девятьсот девятьсот в огонь и одного в рай. Сказал пророк, мир ему и благословение, и тогда поседеют дети, и тогда каждая кормящая мать бросит, кого кормила, забудет каждая кормившая грудью, кого кормила, и каждая беременная сбросит плод, и ты увидишь людей пьяными, однако они не будут пьяные. Это суровое наказание Аллаха. Затем он, мир ему и благословение, сказал, «Поистине есть два народа, такие, что уничтожают всякую вещь, это Яджуч и Мааджуч, и сказали сподвижники, а кто тот спасшийся? Кто из нас этот спасшийся?» Сказал пророк, «Радуйтесь, поистине из вас один, а из Яджуч и Мааджуч тысяча». Радуйтесь, поистине из вас один, а из Яджуч и Мааджуч тысяча, и нет божества, кроме Аллаха. Как же велико это событие. «Вспомни, как ты в тот день будешь нагим, встревоженным, выступлением изумленным, взревет ад от гнева, возапит, и огонь взревет от гнева, возненавидев грешников, и Господь трона будет разгневан. Читай же книгу свою, о Рам, не спеша, и увидишь, в буквах ли что, что было, и прочитав, не сможешь отвергнуть прочитанное, и поведал тебе тот, кто знает все вещи, и скажет великий, схватив его, «О ангелы мои, бросьте раба моего в огонь жаждущий». Многобожники пылают в аду сегодня о верующем жилище в раю вечности, сказал Пречистый. «И оставим мы некоторых из них, и они хлынут друг на друга и протрубят в рог. Аллах соберет всех людей для расчета и воздаяния. В тот день Аллах представит ад перед неверными. Их глаза не видели, скрывались от моего поминания, слушая призыв к истине, словно глухие. Неужели те, которые не уверовали, надумали взять рабов моих помимо меня покровителями? Мы уготовили ад пребыванием для неверующих. Скажи, не сообщить ли мне вам про тех, кто понесет наибольший убыток от дел своих и будет лишен награды? Деяния тех, которые оказались тщетными в этом мире и считали, что они делают благо, это те, которые не верили в знамения Господа их и встречу с ним, и тщетны дела их, и лишены их деяния веса в судный день. Вот гиена им в наказание за то, что они не уверовали и выставляли мои аяты и моих посланников по смешищам. О, рабы Аллаха! Цель и смысл упоминания этих признаков и знамений — это для того, чтобы всякий раз вы помнили о встрече с Господом. Цель и смысл упоминаний этих признаков и знамений — для того, чтобы всякий раз вы помнили о встрече с Господом. Это для того, чтобы не оказалось так, что возопил один из нас громким голосом «Господи, верни меня!» и не получил ответа. И знай, да благословит тебя Аллах, что предстояние бывает в трех смыслах. «Великое предстояние, стояние людей перед Господом миров, среднее предстояние и это и есть смерть людей одного поколения». И пришло от Аиши. Она сказала, «Стояли люди перед пророком мир ему и благословение, спрашивая о часе. И посмотрел он на самого молодого, то есть на самого малого по возрасту из них и сказал, не успеет этот достигнуть старости, как наступит ваше предстояние. То есть смерть это ваше предстояние. Затем малое предстояние, а это смерть человека. Как только умрет, наступит его предстояние. О Аллах, прости нам наши грехи и закрой наши недостатки. И заверни наши деяния праведными из них. И да принесет Аллах пользу мне и вам от великого Корана, да принесет пользу его аятами и поминанием мудрого. Говорю, чтобы вы слышали. И прошу великого Аллаха о прощении мне и вам от каждого греха, просите его прощения. И он прощающий, милостивый. Хвала Аллаху за его милости. И благодарность причист он за помощь и благодеяние. И свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, одного, у которого нет сотоварища, великого в делах. И свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, призывавший к его довольству. О Аллах, благослови и приветствуй его, его род, и сахабов, и братьев. А затем, о рабы Аллаха, завещаю вам и себе бояться Аллаха. Бойтесь его, о рабы Аллаха. И бойтесь дня, когда к нему возвратитесь. О рабы Аллаха, что касается рода Яаджуджа и Мааджуджа, то они из людей, из потомков Адама и Хауи. И передается от Абдуллы ибн Умара, что пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Поистине Яаджудж и Мааджудж из потомства Адама, и они, если их нашлют на людей, то испортят они жизнь их, и никто из них не умрет, не оставив после себя потомства в тысячу человек». «Никто из них не умрет, не оставив после себя потомства в тысячу человек». Сказал Аль-Хаким, хадис достоверен по условиям двух шейхов. И в муснаде имама Ахмада от Самуры ибн Джундуба передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «У Нуха было три сына, Сим, отец арабов, Хам, отец темнокожих, и Яфис, отец тюрков». И сказали часть ученых, «Они из рода Яфиса, отца тюрков, и сказали, что они прозваны тюрками от того, что оставлены позади преграды с другой стороны, по другой версии, потому что они были родичами тюрков, и была в тех порча, грех и дерзость, и своя страна». Передают от Ибн Аббаса, что их преграда между горами Армении и Азербайджана. И упомянули из преданий сынов Израилевых, что Яадюч и Маадюч на краю света. Так что не может жить там никто, кроме них. И сказали, «Это самое верное, что места эти, мы не знаем о них, что места эти, мы не знаем о них». И упоминал Аллах о путешествии Дзуль-Карнейна. Первое из них, там, где закатывается солнце, а второе, там, где восходит солнце. И разъяснил Аллах направление, куда он пошел. А третье же не разъяснил, сделал неясным. И сказал он, «Пока не достиг двух преград». В какой стороне? Аллах знает лучше. И, наверное, здесь указывается, что это место будет скрыто, пока не захочет Аллах иного. Когда выйдут Яаджуч и Мааджуч, когда развалится преграда, разрушится или сравняется с землей, как следует из явного смысла аята, и когда придет обещание Господа, он разрушит ее, или же они стремятся ее вскрыть, чтобы открыть, но не преуспевают до обещанного Аллахом. У Ахмада от Абу-Хурейры передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Поистине Яаджуч и Мааджуч копают преграду каждый день, так, что почти видят лучи солнца. И говорит тот, кто над ними, «Возвращайтесь, докопаем завтра». А когда они возвращаются, она становится крепче прежнего, пока не придет их срок, и пожелает Аллах наслать их на людей. Будут они копать, пока не будут видны лучи солнца. И скажет их глава, «Возвращайтесь», и они вернутся на следующий день со словами «Инша Аллах», и тогда выкопают ее. Поэтому сказано, по велению Всевышнего, он разрушит эту преграду. И с течением времени станет слабой преграда и ее прочность, и они смогут выкопать ее, и выйти. Открылось отверстие Яаджуч при Пророке, мир ему и благословение, и они не перестают копать преграду, в то время как увеличивается порицаемое. Тогда приблизится их выход. Всякий раз, как увеличивается порицаемое и мерзости, и становится меньше тех, кто повелевает благое, запрещая скверное, приближается время их выхода. И когда они выйдут, они будут подобны стрелам, выпущенным из лука. Они выйдут из горных хребтов, выйдут из них подобно стрелам. Они устремятся с каждой возвышенности и разрушат все своими конницами, беря добычу из людей, животных, растений и воды. И увидят люди, испугавшись их, побегут впереди них и укроются в горах и запрутся в домах. Затем они пойдут на запад, Яаджуч и Мааджуч, потом пойдут на запад, в сторону Иерусалима. А там их будет ожидать Пророк Аллаха, мир ему, и его сторонники. Они спрячутся от них на горе Тур, и никто не сможет сражаться с ними или оказать им сопротивление. И найдет Пророк Аллаха и его сторонники убежище и спасение у Аллаха, взывая к нему, и он погубит их. От Навбаса ибн Самана передается, что Пророк, мир ему и благословение, упомянул Даджаля. И далее в хадисе говорится, потом придет Пророк Аллаха Айса к народу, которому не навредят, и проведет по их лицам, и скажет им об их степенях в раю. И в это время пошлет Аллах ему откровение, «Я вывел моих рабов, с которыми не в силах никто сражаться. Укрепись, то есть укройся и спрячь рабов моих на горе Тур». И пошлет Аллах Яджуч и Махджуч, и они устремятся с каждого хребта. Придут первые из них к Тивериадскому озеру и выпьют его. И придут последние из них и скажут, «Здесь когда-то была вода». И будут в осаде Пророк Аллаха Айса и его сторонники запертыми, пока не станет голова быка для одного из них дороже ста динаров по причине нужды и лишений, которые постигнут их. И обратится Пророк Аллаха Айса и его сторонники к Аллаху, взывая к Нему. Обратятся к Нему с дуа и пошлет Аллах червей на Яджуча и Маджуча. И это большие червей, которые водятся в носах овец и верблюдов. Пошлет Аллах на них червей, на их шеи, и они погибнут. Будут уничтожены, будут погублены все как один. Потом выйдет Пророк Аллаха Айса со своими сторонниками на землю и не найдут на земле свободного места ни пяди земли от зловонных трупов. И обратится Пророк Аллаха Айса со своими сторонниками к Аллаху. И пошлет Аллах птиц с шеями как у верблюдов. Шеи их будут длинные, как верблюжьи. Они схватят их тела и побросают их там, где угодно Аллаху. Затем Аллах пошлет дождь, который не оставит ни кочевников, ни оседлых. Ни оседлых, пока не станет земля ровной поверхностью, как зеркало. Затем он прикажет земле вывести свои плоды, вернуть богатство, вернуть свою благодать. И будет в тот день группа под тенью гранатового дерева и сможет укрыться под его кожурой. И благословит Аллах молоко. Так что молоком одной верблюдицы сможет напиться большое количество, большое количество людей. А молока от коровы хватит целому племени. А удой от овцы большому числу людей. И в то время, как они будут в таком положении, пошлет Аллах благой ветер, хватающий их под мышки. Так что заберет душу каждого верующего мусульманина и останутся худшие творения. Спыльчивые, подобно ослам, подобно совокупляющимся мужчинам и женщинам, при людях, как ослы, да упасет нас Аллах. Возбужденные, подобно ослам, их и застанет час. При них наступит конец света. Да, он наступит. Чтобы Аллах воздал каждой душе по заслугам. Он наступит и воздаст Аллах благому за благое и скверному за скверное. Прислушайся со мной и подумай над Аятом. Пока Яаджуч и Маджуч не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности, приблизится истинное обещание. И тогда закатятся взоры неверующих. «О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками. Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, растопка для гиены, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда. Но все они останутся там навечно. Там они будут стонать при выдохе, но ничего не услышат. «А те, кому мы определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, чтоб вас желали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами. Вот ваш день, который был вам обещан. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами. Вот ваш день, который был вам обещан. В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы вернем их подобно тому, как начали их творить. Это обещано нами. Воистину мы сделаем это. Мы уже записали в Писаниях, как записано в Напоминании, что землю унаследуют мои праведные рабы. Воистину в этом послание для тех, кто поклоняется. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Скажи, мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единый, Бог единственный, не станете ли вы мусульманами? Если они отвернутся, то скажи, я предупреждаю вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано. Воистину, Он ведает о словах, которые произносятся вслух, и ведает о том, что вы утаиваете. Я не знаю, может быть, это искушение для вас, или же благо до определенного времени. Он сказал, Господи, рассуди по справедливости у милостивого Господа, просим помощи от того, что вы приписываете. Да, Он наступит. Да, Он наступит. И узнают те, кто несправедлив. Куда они обратятся? Те, кто уверовал знаниям ясным, что Он наступит. Когда? Откуда ты можешь знать? Может, час близок. И вот вопрос. Что мы подготовили ко дню воздаяния? Беспечность к молитвам? Или мерзость и порицаемое? Или прожигание жизни? У экранов и похабных каналов? Спросил человек у пророка, мир ему и благословение. Ах, 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 ах в который вы вернетесь к Аллаху. В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса. И они предстанут перед Аллахом, единственным, могущественным. В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Аллах воздаст каждой душе то, что она приобрела. Воистину, Аллах скоро в расчете. Это послание к человечеству. Пусть их увещевают им. И пусть они знают, что Он единственный Бог. И пусть задумаются, обладающие разумом. На каких пор? Отчего ты не брежен к исходу? И жизнь приходящую любишь? И веришь той, что вредит, и не из числа тех, кто сдержался? Разве не увидел Сидин? Разве не увидел Сидин? Не оставила ли Сидина на голове свой след? У кого же на висках Сидина? Тот извещен о смерти. Горе тебе, о душа. Стремись к покою чистому. И покорись, и будь искренна. И услышь совет, и помни. И извлекай уроки от прежних поколений. И прекрати, и бойся от бед постигающих. И предостерегись обманываться. И следуй дорогой прямой. И опасайся же погибели. И твоего места завтра. В могильной нише, яме выкопанной. О Аллах, скрой в этот день наши срамные места. И сделай нас прислушивающимися. Следуй лучшему. Это те, которых повел Аллах. И они обладатели разума. О Аллах, покажи истину истинно, и дай нам следовать за ней. И покажи ложь ложью, и удали нас от нее. О Аллах, внуши нам любовь к иману. И укрась его в наших сердцах. И внуши ненависть к неверию, нечестию и ослушанию. И сделай нас, Аллах, из идущих прямым путем. О Аллах, сохрани наши страны. И исправь наших правителей и управленцев. И сделай правящих из тех, кто боится тебя и боговоязнен, и ищет твоего довольства, о Господь миров. О Аллах, помоги усердствующим на твоем пути, которые борются за возвышение твоего слова. Помоги тем, кто им помогает, и оставь тех, кто их оставил. И сделай беспечными отвернувшихся, и убереги кровь их, и убереги семьи их и наши семьи, о Господь миров. О Аллах, накажи тех из людей Писания, кто приступает к границе, и тех, кто является захватчиком, а также тех, кто является врагами этой религии. О Аллах, усиль гнев твой на них, и кто помогает им, о сильный, о мощный. Они не ослабят тебя, хоть и не боятся тебя. О знающий, сведущий, о рабы Аллаха. Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников, и запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас. Быть может, вы помянете назидание. И поминание Аллаха самое великое. И Аллах знает, что вы делаете. Субтитры создавал DimaTorzok